Девушки отдыхают В эфире только немцы. Может, это в учении? Какие тебе нахрен учить? Какие учить? Оставить! Панику прекратить! Командование беру на себя. Есть объявление войны. Товарищ лейтенант, а где Аня? Я найду ее! Акимов! Привет, друзья! С вами Скобелев73. Первое, хочу сказать, почему мне запретили выпускать видосы на 7 дней. Я стал выпускать их только 2 дня назад. Это значит, за то, что я опубликовал видео с сербским рэпом под названием «Косово – это Сербия» и забанили меня на 7 дней типа как за дискриминацию. Там в песне нет ничего дискриминационного, ничего угрожающего, еще, в общем, ну, ничего такого нету. Именно за это видео меня забанили. Я много раз пытался подать апелляцию, но ничего не получалось. Ну, и второе, еще мне тоже сообщили, второе, что именно от канала «Нехта», как и Виталик, я тоже влетел за другое видео, за мое резкое высказывание против БЧБ. В общем, и знаете, что прикол? Прикол, еще раз говорю, мне, не буду называть фамилию, у меня есть друг, он живет в Америке, и он администратор Ютуба, поддерживает, естественно, власть Лукашенко. Вот он мне объяснил, что мое видео забанил, забанил канал «Нехта». Но прикол в чем? Канал «Нехта» попросил своих подписчиков меня забанить за пропаганду сексуального насилия. Меня вот это просто удивило. У меня таких видосов никогда и не было. Ничего такого там не нашли. Видео с этим я переборолся. Ну, и у меня сделали отписку от Ютуб, и, в общем, забанили именно за видео. Виталик Баковец, полезский партизан, знает за что. Ну, сделали отписку, что забанил на 7 дней за публикацией именно этого видео. Косово – это Сербия. Вот так. Канал сперва чуть не удалили, но когда я отправил апелляцию, там рассмотрели. Действительно, мне таких видео не нашли. как он мне сказал, друг, уже канала нехта польскому сделали предупреждение за ложь. Теперь о другом. Виталия Баковца забанил именно канал нехта и Тутбай. Вот они попросили своих подписчиков забанить. Виталик действительно говорил правду, показывал фейки, даже показывал, как это все вставляется. К сожалению, видео было удалено. Ну, и еще нетрое видео я постараюсь по просьбе Виталика, извиняюсь, не по просьбе Виталика, уже я собрал тут, я его предупредил, что я буду делать эти видео, возьму его видео, которые удалили с YouTube канала и там немножко обработаю, чтобы их не удалили. И поставлю у себя на канале. Ссылочку на канал Виталика я обязательно дам. И, пожалуйста, пишите, пишите мне значит, это комментарии, то есть, пишите комментарии у Виталика, от кого вы узнали о его канале, потому что не все еще знают Виталиков канал, новый канал Виталика. Ну, и сейчас я вставляю значит, видео наподобие плейкаста, потому что у меня времени нету делать, обрабатывать все это видео. Ну, вот, наверное, из-за этого забанить, потому что я написал обозвал флаг БЧБ, точнее, не обозвал, а назвал прокладки 5 капель. Вот так вот, смотрите, видео плейкаст, вот так я назову. Привет всем, друзья, с вами Скобелев 73, но теперь я хочу сказать за тех змагаров, магаров, ослов и баранов, ну, так же про это идиотское умственно отсталое польское нехто, или нехто, как он там правильно, этот канал называется, хрен его знает, но мне безразлично, безразлично, нехто, нехто, в общем, скажу одно, что публикация сотрудников МВД, точнее, личных данных сотрудников МВД, если в Евросоюзе, если бы это нехто, опубликовало бы личные данные сотрудников польской полиции, гнупольского МВД, мне интересно, что бы было бы, а ну-ка, ответьте, господа БЧБ, а вы знаете, что было бы, моментально бы заблокировали бы и начали выяснять, потому что по закону ЕС публикация личных данных запрещена, вот так вот, это, в принципе, и во всех странах, так же я живу в Болгарии, город София, если, к примеру, мои личные данные опубликованы на канале Nexia, я делаю скриншот, если бы вы сделали так, что я скриншот не могу сделать, я любой способ найду сделать фотографию со своего телефона, и после, что делаю, подаю в суд, в Европейский суд по правам человека, и вас просто сажают за это, вот так вот, вас просто сажают, и закрывают вашу лавочку насовсем. Призывы к насилию. Вы начинаете, и знаете, что интересно, я видел много таких призывов к насилию про драки с ОМОНом, вылавливались ОМОНа, именно от канала Nexia, 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 блядь, я уже не знаю, как правильно это называется, ну, короче, давайте для меня это польский канал будет Nexia. Влетите просто по полной программе, те же самые БЧБшники, которые призывают к разному роду насилия. Вы чего, идиоты? Хотите вторую Украину? Хотите второй Донбасс? Только у вас, запомните, еще хуже будет, придурки. Ваши деды, которые воевали под флагом БССР, под флагом СССР, они уже миллион раз перевернулись в гробу, смотря на вас, идиотов, что вы творите. Под каким флагом бегаете? Под прокладкой и пять капель. Под этой вот прокладкой вы и бегаете, предатели. Просто вы предатели. Та же самая молодежь. Продалась, продаете своих дедов, что будет? Потом на ваших же дедов, которые воевали, сложили голову, партизанили в белорусской земле, сложили голову. Что будет? А будет то, что вы после будете орать на своих дедов, прадедов, которые воевали против фашизма, будете орать, что они оккупанты были. Это хотите? Или наоборот, будете после возмущаться. Зачем мы дураки бегали под этой прокладкой пять капель? Вы просто ни хрена не понимаете, что будет вместо павятников? Да не дай бог, если это БЧБ фашисты придут к власти, основываются такие движения, как на Украине УПА, только вместо УПА будет Белорусская поставоческая армия, Белорусская национальная армия и так далее. Вы забыли Одессу когда жили 2 мая по-моему 2 мая 2014 года. Вы это забыли? Такая ситуация может повториться Минск. Там пускай не Дом Профсоюз, а вместо Дома Профсоюз придурки сожгут детский сад. А это поверьте, это может быть. Может быть. Если вы не понимаете, извините, вы просто идиоты, молодые идиоты, те бабки, которые бегают, вы за что продались? Вы за что продались? За прибавку к пенсии? Ладно, баба Нина, которая бегает, забыл ее фамилию, она со со справочкой, лишь бы бабки. А вы-то за что вы продаете память своих погибших отцов, тех, кто погибал на белорусской земле, сражаясь с фашизмом? За что вы продались? За что? Лукашенко вам надоел? Лукашенко бережет Беларусь, он бережет память о советских солдатах, о тех, кто сложил голову за землю Белоруссии, о тех, кто сложил голову в Брестской крепости. А вы, скоты, бегаете, вы похлеще еще фашистов, вы похлеще тех немцев и сессовцев, которые жили в горых. Вы предали память, вы предали сами себя. Просто вы, извините, слова у меня нету, скажу прямо, уроды, уроды, просто вы уроды, еще раз повторяю, уроды, предавшие память своих великих отцов, дедов, ветеранов, кто проливал за вас кровь. А вы, полудурки, бегаете, сменили флаг БССР на прокладку пять капель, сменили все ради заграницы. Знаете, что я скажу еще раз, просто вы скоты и вы недостойны памяти своих деток. А те, кто еще внуки полицаев, с ними все понятно, кто бегает под этой прокладкой пять капель. Друзья, до новых встреч, об УЧПшнику советую подумать.